салям привет дорогая такая элегантная вау да ты на себя посмотри богема моя царица у меня у меня сегодня цветочное настроение я единственное что хотела одеть цветочки на голову ободочку потом думаю ну блин мне кажется уже как-то не по возрасту а я сегодня такая мама леона стаил очень красиво мне мне нравится такое алькапона твоё любимое время года лето ну потому что я люблю я танцовцы живота я люблю ходить раздетая для меня нет лучше одежды чем какие-нибудь полу трусики полу шортики топик с голым животом и сланцы вот ну и конечно же на море покупаться вот ну да и больше связано с одеждой честно скажу я южанка поэтому для меня ходить в этих шубах кафтанов тулупах это не очень приятно я тебя очень понимаю любимое время суток ночь я сова конечно я сова я танцовщица прошедшая ресторанную жизнь поэтому у меня все связано с ночью ну время вечернее после 10 после 11 я люблю все делать и танцевать и кушать тоже кстати я люблю больше да и так сложилось что я уже сейчас как по закономерности понимаю что и мой организм и все вот эти вот ответные реакции они все связаны больше с ночью поэтому вот эти все советы по поводу того что вы там ешьте перед сном за два часа там у вас это все не для меня это все очень индивидуально я себя всем говорю вот потому что я ночной человек и все что связано клевое самостояние сейчас долго не думай просто ответь что тебе ближе лес или поле 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 потому что честно у меня с лесом не очень хорошая ассоциация я опять же скажу да что а с полем хорошим нет я объясню почему я сказала поле не ну поле мне ближе потому что по полю можно побегать потанцевать на поле можно а лес это еще наверное с детства не любил не любила лес вот эти мошки комарики была очень чувствительная девочка носить и всякие штучки дрючки и как-то вот опять же все детство провела я на море в бабушке я сухумская из абхазии и поэтому наверное я и а и мама у меня сибирячка и поэтому какую-то часть лета я проводила иногда на море и какую-то часть лета я проводила в сибири у меня мама из сибири и естественно сибири это же вообще тайга это это леса вот эти вот все и вот эти вот есть так такие ждущики оводы называются и вот у меня плохая ситуация потому что когда кусает овод это у тебя раздувает пол ноги пол руки вот поэтому лес я не очень люблю хотя я люблю наслаждаться вот например когда я куда-то езжу путешествую неважно какую страну или в россии если мы проезжаем лес где-то особенно на машине например мне очень нравится наслаждаться видами леса да вот когда густой такой непроходимый вот это я люблю как бы да то есть но вот лазить по лесу это не мое поле одно поле опять же да я свободная душа поле мне ближе потому что поле это что-то такое бесконечное моему понятию поле такое вот какое-то небольшое вот растение на нем и вот такая бесконечность такая поняла что тебе ближе озеро река море конечно я либо горная горный поток воды море 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 океан похож на море но океан он немножечко опасный для плавания любит плавать море и океан отличается от плавания в море океана обычно такие непредсказуемые водные стихи поэтому море безопаснее естественно никакие речки некие озера водоемы я в этих местах стараясь не купаться потому что опять же да то есть это дно которое не приспособление не очень привычно вот там либо камушки либо какой-то ил плюс это вода стоячая тоже небезопасно на купание особенно в наше время вообще за море ну наверно это у меня нет одного цвета я сразу скажу да то есть я человек настроения плюс ящу весы и меня колбасит периодически и по цветам в том числе то есть но как бы вот два цвета преобладающие которые я почти всегда люблю это красный голубой вот два цвета они они такие опять же да они в стиле весов то есть один такой вот как мой характер яркий красный а второй это вот такой вот просто я не знаю я даже не могу себе понять с чем ассоциация почему я люблю голубой с чем он не ассоциируется просто вот как 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 говорят если ты человека любишь да естественно за что-то не сможешь ответить вот я за люблю голубой за это я не знаю что я просто люблю голубой цвет ну супер любимый город город ну наверно москва я так думаю просто я много конечно путешествовала по столице мира единственное что я не была в америке может быть хотя хвалится америка там да как бы может быть в америке мне понравится какой-то город больше но на сегодняшний день это конечно москва потому что для меня все равно это город комфорта комфорта это когда можно найти днем и ночью что угодно вообще вот где угодно любой сервис любой продукт и так далее вот ну потом плюс места посещения да то есть тоже как бы много ездила и раньше когда например я первый раз поехала во францию да то есть до этого поездки рассказывайте ой там такие достопримечательности и после этого посмотрев это все приезжая в ну в мой родной город может как москву я хочу сказать что столько сколько у нас достопримечательностей в одном городе сконцентрировано и архитектурных и музеев столько ну только если в питере да вот как бы ну для меня он немножко своеобразный по энергетике вот я человек космополитен то есть для меня мне нужна движуха я не могу то есть это не село это не деревня никакого спокойствия мне не надо мне нужно движение чтобы бежали люди ходили чтобы они там еще тебя периодически крыли может быть да то есть чтобы какой-то диалог такой файровый вот поэтому это москва самый мой любимый город на сегодняшний день но я думаю что у меня и останется до конца жизни москва мария классика или модерн что тебе ближе ну наверное мне ближе классика все таки даже в каких-то ну это имелось в виду не только ориенталь или ориенталь я вообще не об этом нет классика однозначно однозначно классика потому что все таки модерн у меня ассоциации с модерном такие более какие-то кубические скажем так более резкие более какие то даже вот с каким-то видом любого с любого искусства модернового У меня какие-то такие размывчатые ассоциации, и многое я не понимаю в модерне, даже не потому, что я не образована в этом виде, скажем так, искусства, назовем это так, получала образование в институте, и по художникам мы проходились, и по танцам. Все равно что-то даже непримиримое в плане моего сущности, поэтому все-таки это классика, старая добрая классика, которая будет лежать, мне кажется, пока вот мир не закончится, она все равно будет оставаться в основе основ очень многого. Я поняла. Чутковые, духовые, струнные, какие вы? Очень такой обширный вопрос. Вообще, если по инструментам, вот ты начала говорить, это скрипка, наверное. Я люблю звучание этого инструмента, особенно это бывает когда в каких-то музыкальных произведениях, опять же, неважно, это танцевальное произведение, либо просто произведения и классических, и современных каких-то авторов или музыкантов. А по самим музыкальным инструментам духовые тоже они интересные, потому что они вызывают, по крайней мере, у меня какой-то такой осадок, какой-то тоски почему-то. Ну, то есть они такие, они дают воспоминания такие. Вот когда, например, бывает же, да, какие-то симфонические оркестры играют, либо просто ты где-то слышишь классическую музыку. И бывает соло, да, музыкальное, соло инструмента. И когда играют духовые, вот какой-то инструмент, он у меня вот ассоциируется с такими какими-то воспоминаниями, что-то это вот прям под них хорошо там воспоминать, там, неважно про хорошие-плохие вещи, но, в общем-то, это происходит очень приятно под этот вид музыкальных инструментов. Интернет или телевизор? Интернет или телевизор? А два, ну, наверное, почему? То и то, наверное. Хотя, с другой стороны, конечно же, интернет, потому что телевизор, это телевизор. А телевизор сейчас и интернет тоже, потому что все цифры пересланы. Так что все за интернет. Согласна. Ну, такой вопрос задавали. Твоя любимая еда? Моя любимая еда. Я где-то у кого-то такой вопрос тоже слышала. Вообще, я люблю экзотику. Ну, не таракашки всякие там, гаусеницы. Вот, я люблю экзотику. И, конечно, самая моя любимая экзотическая еда – это тайская. Почему-то я как-то, попробовав ее когда-то, я настолько в нее вот вошла рецепторами своими. Вот. Потом индийская еда идет, да, тоже. Вот сколько бы… Ну, наверное, Маш, мы в той жизни с тобой… У нас, наверное, было две той жизни, да? Одна арабская, другая индийская. Я еще вот не могу определиться в той жизни, я кем, где жила, в Индии или в арабской стране. То есть, пока еще я не понимаю этого момента. Поэтому, естественно, вот с едой у меня очень тоже тесная связь с индийской. Я, знаешь, тоже как удав на кролика на эту еду реагирую. Вот. Причем, знаешь, как бывает, самое прикольное, вот в двух видах этой кухни, и в индийской, и в тайской, есть такой нюанс. Там есть очень острые блюда. Ты, знаешь, как это, ежики плакали, кололись, но продолжали жрать картос. Это примерно про эту еду, и про тайскую, и про индийскую. Потому что я пробовала еду и там, у носителей, как бы, да, у поваров настоящих. Они, конечно, готовят нещадно, да, то есть это очень остро. Но при этом эта фраза про ежиков, она очень подходит и к той, и к той идее. Я думаю, поэтому у меня эти две кухни самые любимые. Мой любимый стиль в одежде. Есть предпочтение? Да, конечно. Я люблю глэм-рок. То есть мне нравятся какие-то вещи с захлёбками, кожаные, ну, не прям, глэм-рок. Да, то есть чтобы это было, скажем так, светский порок, пороком, как это сказать, даже не знаю. Ну, светский стиль и рок. То есть мне нравится вот такой вот стиль побольше заклёпок, каких-то цепочек тоже я обожаю, всякие такие штучки. Сейчас то ли мода немножечко прошла на это, поэтому этих вещей меньше стало в продаже, но раньше какой-то период был, я успела накупить каких-то таких вот вещей в этом стиле. Конечно, когда я вижу, я всегда стараюсь покупать. Ну, в общем-то, это мой стиль такой вот, любимый, по крайней мере. Есть ли у тебя та или иная неизменная традиция, которую ты никогда не нарушаешь? Я люблю отмечать свой день рождения, это традиция, она с какого-то, с детства, я не помню, с какого возраста пошло это, ну, видимо, с очень раннего возраста, потому что мне мама рассказывала, что у меня семья большая, у нас как бы трое детей в семье, вот. И поэтому мама всегда говорила, что день рождения Марины – это всегда был святой день, потому что это Марина приглашала гостей, ну, там, своих друзей, то есть она, естественно, не спрашивала, там, можно, не можно, это всегда, это был всегда торт. То есть как-то вот такая вот традиция у меня, я всегда люблю, то есть даже если у меня нет возможности куда-то там пригласить своих друзей в какой-то ресторан, там, да, там, или сделать какое-то крутое отмечание, там, юбилейное, я все равно отмечаю свое день рождения каждый год, как бы, несмотря на то, что уже возраст уже идет, и вроде бы, как бы, женщины, да, с годами не любят отмечать свое день рождения, чтобы указывать, что на их возраст, но я, как бы, считаю, что вот это дополнительный какой-то такой вот праздник для себя самой, вот, в этот день, ты себе не позволяешь, как бы, там, расстраиваться, ну, короче, все по кайфу в этот день, вот. Много традиций еще семейных всяких есть у меня, как бы, ну, я также отмечаю, стараюсь отмечать хоть как-то, да, да, то есть праздники, дни рождения своей семьи, то есть это я, это тоже мои традиции, потому что это моя семья, самые близкие мои люди, вот, какие традиции еще, ну, так сейчас резко, вот, самое главное, я вспомнила, самое главное для меня традиции, отмечание моего дня рождения, даже самой собой, да, там, как бы, хотя всегда в этот день у меня есть близкие люди рядом, вот, я никогда не была одна, вот, ну, вот, наверное, я скажу вот это. Потому что, сейчас, если я начну вспоминать какие-то другие традиции, это, наверное, будет лес. Матхури или Хема? Матхури или Хема? Конечно. Конечно, Матхури. Это самая любимая моя актриса индийского кино, она никогда, она всегда номер один для меня, останется, будет и была. Я училась по ее фильмам обезьянничать, повторять выражение лица, вот, это благодаря все ей, это только благодаря ей. Также я училась танцевать, тоже по ее всем видео, перетанцевала кучу танцев, вот. Матхури, понятно, почему Матхури, твоя любимая. Я-то знаю, просто хотела, чтобы люди, Индию или Восток? Вот это я затрудняюсь ответить. Ну, это реально, это реально вопрос, который, знаешь, как, если бы меня поставили к стенке, и сказали, мы сейчас расстреляем, отвечаете. Я бы, наверное, не испугалась, потому что очень, у меня это все, знаешь, как переплетение. Я не соединяю эти стили, естественно, да, хотя, несмотря на то, что я могу, как хореограф, креативщица, соединить, я ни разу еще не сделала арабско-индийский номер, представляешь? Вот, но, опять же, к этому предпосылки какие-то должны быть. Я не разъединяю эти два, свою любовь к этим двум направлениям, потому что у меня всегда параллельно одно ухо слушает музыку арабскую, а другое слушает индийскую, и я ее всегда транслирую так, как она должна быть. То есть я не, слушая, например, там, какую-нибудь классическую арабскую музыку, я не перевожу свое состояние на какой-то тынст-тынст, да, то есть я слышу ее, я сразу пытаюсь перенестись туда, вот, да, во времена, там, Ум-Кайсум, там, на какую-нибудь там кафешечку в египетскую, либо себя на сцену поставить эту музыку. Слушая индийскую музыку, да, у меня сразу какие-то там ассоциации, я, как бы, человек ассоциаций. Марин, кто твой самый любимый человек на свете? Ну, конечно, мама. Мама, естественно, она была, есть и будет самой любимой. Она поддерживает, она понимает, ну, в общем-то, все, что, все, что, все, что самая лучшая вещь на свете, да, это делает мама моя для меня. Ну, и прежде всего, она дала мне жизнь, вот. Так как я девочка, конечно, я люблю больше маму, но у меня, как бы, папы нет со всеми небесно. Конечно, если бы отец был жив, я бы, наверное, все равно сказала бы маму. Марина, расскажи, с чего началась твоя творческая деятельность? Как все начиналось? Вся-вся-вся? Да, с самого начала. Ну, она началась с индийских танцев у меня, творческая деятельность. Ну, как обычно, это уже, это было давно, я какие-то нюансы не помню. Я помню выборочные моменты, что я попала на уроки к преподавательнице индийского танца. Как ее звали? Я даже не помню, как ее звали, потому что это было, когда мне было лет чуть ли не 12, по-моему. Естественно, ничего не было, никаких зафиксированных моментов, я не могла никак. Потому что это были такие вот уроки, знаешь, как, естественно, я уже знала индийское кино до этого. И, конечно же, когда я увидела объявление, это было какое-то объявление, где что, не помню. Я смутно помню, что мы занимались в каком-то ДК, и нас было очень мало, потому что это были классические танцы. По-моему, это был харатнатем. Она была темненькая. Вот такие, знаешь, выборочные моменты, я помню. Ну, вот как бы, да. И это находилось очень далеко. Мне было сложно ездить, потому что я была тогда еще ребенок, и родители мои не очень сильно, конечно, хотели отпускать меня. Вот. Но вот начала заниматься. Потом, как я закончила заниматься этим танцем, я тоже уже не помню. Но я помню, как я попала дальше на индийские танцы в Амриту, потому что это было... Эту историю я не забуду никогда. Я прочитала объявление, и, опять же, мне тогда было лет 14, может быть, где-то так, наверное. Да, может, 13 или 14 точно. Потому что в объявлении было написано, что там принимаются девушки, там, чуть ли не с 18 лет. Вот. Но я, набравшись наглости, пошла, как бы, на отбор. Тогда было огромное количество людей. И я уговорила. Тогда еще девушка занимала. Там Ира была. Ира. И с ней была еще партнерша темненькая. Не помню, как ее звали. Они были две, как бы, главных. И я их уговорила взять меня. Я им сказала, пожалуйста, я встану там в заднюю линию и не буду вас... И мне разрешили, ты знаешь. И в итоге я стала солисткой в этом коллективе. То есть я перешла из заднего ряда 25-го ряда с Камчатки. Я стала солистой. Я танцевала потом уже с группой, как бы, в соло посередине. Вот. И мои индийские танцы, все. Мы выступали, как бы... Ну, тогда мы не работали в ресторанах, особо этого не было распространено. Мы выступали много везде. Свои концертики были. Вот. Это у меня, соответственно, первое, значит, мое творчество, это был индийский танец. И потом уже в более взрослом возрасте... А, ну и с индийским танцем, как бы, я попала и сначала в интерклуб, то есть где я сейчас работаю. Потому что там была диаспора. Ну, то есть очень много у меня. У меня очень большая история, вообще, связанная с моим вхождением в индийский танец. Вот. Естественно, я начинала, хоть не с тем, что я начинала немножечко с классики, я перешла в Болливуд. Углубилась туда очень сильно, естественно, в Болливуд, потому что не было на тот момент преподавателя у меня. Также я училась в индийском посольстве. Это я коротко рассказываю, потому что, если я начну рассказать подробно, то это просто эфиров не хватит. Дальше я позанималась в посольстве. Вот. Преподавательность. Сейчас я попробую вспомнить. Вот Заваляя, преподавательницу. Несантош Варма. Я сейчас не вспомню, короче, преподавательность. Мне было... Я не занималась там постоянно, каждый день, много лет, потому что я жила уже тогда в Подмосковье, по-моему, где-то. И ездить на Курску, это, естественно, было очень сложно каждый день. Там учеба, ну и так далее, и так подобное. Вот. Позанималась я там. И потом, опять же, попала к... Очень мне помогла, как бы, в моем индийском танце одна женщина. Вот. Ее звали Сантош Варма, как, кстати. Я путала ее имя с преподавательницей посольства. Она была президентом женской ассоциации какой-то там индийской, что-то такое. И они очень часто устраивали концерты, в том числе в посольстве индийском. И вообще все праздники, которые были в тот момент, это устраивала эта ассоциация этих женщин. И я там очень много натопталась, конечно, очень много среди индусов. Даже мне рассказывали потом мой друг, потом стал, когда мы с ним начали встречаться, он мне рассказывал, что первый раз он меня увидел в посольстве индийском. Когда я там прыгала в центр, а вокруг меня индианки, он думал, что я тоже индианка. Он потом, когда узнал, что я русская, он вообще не поверил. Он говорит, да ладно, я думала, что ты индийская девочка. Вот. На подтанцовке у меня были индийские девочки. То есть вот настолько я любила индийский танец, что, ну, меня вот доверительно ставили вот в этот центр. Вот. Ну и, соответственно, так я танцевала, танцевала, танцевала индийские танцы. И тут у меня было тяжелое жизненное обстоятельство. Мне нужна была работа. И я открыла объявление, газету объявлений. И увидела там такое объявление, типа, требуется наложность танцовщицы в арабский ресторан. Вот. И, ну, восточный ресторан. Там не было арабский ресторан. И на тот момент у меня был арабский костюм. То есть Ирина, которая руководитель Амриты, знаешь, да, она костюм не занимается. Она еще в те времена. Она шила костюм. Я помню, конечно. Совершенно чумовой костюм она шила. И я не помню, зачем-то я его купила. Представляешь? Ну, знаешь, это было примерно по памяти так. То есть там, слушай, у меня этот костюм тут такой клевый есть. Ей не надо. Я так, да, давайте, поберу. Я купила этот костюмчик. Он был очень клевый. И он у меня висел в шкафу. И тут я, естественно, вспомнила, что у меня есть костюм восточный. Я взяла костюм, одела и поперлась в этот ресторан. Скажу такой факт, который я рассказывала уже об этом в своих интервью. Но сейчас я скажу в твоем интервью факт. Очень смешной факт. Этот ресторан находился в здании бывшего туалета на Монтулинской улице. Да, я пришла в ресторан, который выглядел очень даже презентабельно. Это было об восточной. Внутри вообще там была просто восточная сказка. Это был круглый зал. Ну, как обычно, диванчики там. У меня даже фотографии в интернете есть с него. Очень все круто и прилично. Но потом, конечно, я узнала, что вот... Ресторан назывался Шейх. Он находится... Сейчас я не знаю, что сейчас там на этом месте. Он находился в парке на Монтулинской, там на Красной Пресне. Ну и, короче, я начала в этом ресторане работать. Ну как я начала работать? Естественно, я и несколько таких же, как и я, девочек, которые про восточный танец не имели никакого представления вообще. Вот. Но у нас у всех были какие-то плюсы. То есть я просто была индийская танцовщица. Кто-то там был гимнасткой. Еще одна девочка была... Ну, короче, какие-то там танцевальные были, маленькие такие нюансы прошлого. Вот. Ну и работала там... Тяжелая была работа, потому что мы танцевали иногда просто без остановки. Потому что у хозяина этого заведения был такой прибамбасик. Он говорил, что, вы понимаете, гости должны зайти в ресторан, и они должны увидеть вот эту вот картину, что у нас девушки кружат танцы. Ну, такая вот у него фантазийность была. А то, что эти девушки как кобылы нечесанные, там, 15-20 минут постоят, потом быстро там сидеть нам тоже было нельзя. Да, то есть там, я не знаю, там, постоят рядом и опять идут танцевать. Ну, то есть как бы и так и продолжалось. Это был ночной ресторан. То есть мы работали с 7 или 8, да, иногда до 5 утра. Ну, то есть работа была адская, конечно. Несмотря на то, что все прекрасно было, мы улыбались, и все было очень круто, но работа была такая вот, школа жизни, короче, была такая в начале пути, очень дошплечная. Ну, и вот так вот, можно сказать, и потом вот с этого уже, с этого сортирного ресторана пошел как-то, пошла я дальше. То есть я начала знакомиться с танцовщицами уже какие-то, те, которые к нам приходили. У нас были шоу-программы, помимо нас, танцовщиц, у нас были шоу-программы, там, выходы и дни, когда приглашали уже таких танцовщиц, которые владели материалом, назовем их так. Вот, я имен не помню, но первого, кого я там, кто мне дал толчок еще, это была Ира Попова, которая мне рассказала, что вот есть там Татьяна Федяева, которая приехала на Рамадан из Каира, и вот она дает уроки. То есть сначала я брала уроки у Иры Поповой, какие-то уроки я брала, тоже я не помню, но какие-то я брала у нее уроки. И потом я попала к Тане Федяевой. Ну, то есть я начала выходить из рамок этого кабацкой, этой жизни, вот этой вот ночной. Вот, ну и начала интересоваться там. Потом я узнала про арабские рестораны, которые ночные, настоящие, с настоящим танцем, где были истинные носители культуры и просто танцы очень хорошие. Ну, и начала уже, настолько меня это все втянуло, что вот сейчас я вот такая, какая я есть. Татьяна Федяева, я уже говорила в каком-то интервью, дала мне такое основное понятие на моем начальном творческом как бы пути, извините, технологию, что танец живота, восточный танец, это искусство. И это настолько засело мне тогда внутрь, что я с этим и по сей день живу. То есть у меня никогда не было мысли, знаешь, подумать, что это какой-то такой вот просто развлекательно, такой вот зажигательный стиль. То есть для меня всегда было какое-то искусство. То есть, по крайней мере, к чему стремилась всегда я. То есть все, что потом случилось, это все было только благодаря вот этому вот искусству. Потому что я к танцу начала относиться уже по-другому совсем. То есть для меня не стал уже танец в той форме, в которой он был, как зарабатанный денег. То есть когда я начинала танцевать в ресторане, то есть я зарабатывала деньги. Мне вообще было как-то фиолетово там, правильно я танцую, неправильно я танцую. То есть я не задумывалась. Я старалась делать, конечно, красиво. Мне нравится танцевать. И, естественно, я старалась это делать. Но вот этой вот мысли, да, там не было осознательной, да, то есть анализирующей себя и свое творчество. Я не думала, что я буду всю жизнь танцевать. То есть тогда это просто было зарабатывать денег. После Татьяниных вот этих вот предпосылок я поехала в Египет на фестиваль Ахлян-Масахлян. И все. И вот с этого момента моя жизнь просто на 180 градусов перевернулась. Потому что я такими глазами, естественно, я там была, я ходила на все мастер-классы там. И я не скажу, что каждый педагог мне дал что-то такое, что я сказала, да. Но я там, опять же, последовательно, я там встретила Юстри Шерифа, который еще больше добил просто мой мозг по поводу искусства танца. Для меня это просто было, знаешь, я стояла в первом ряду, я не очень хорошо умела танцевать, но у меня уже было фиолетово. Что там про меня подумают? Я была там одна. Первый раз я не была по делегации, я просто поехала одна. Я ходила на мастер-классы одна. Никого я там не знала, никакой диаспоры не было. Русский тогда, еще помню, первый мой Ахлял-Асахлян, он проходил в Хилтоне, в центре. Просто другая. Я вернулась и поняла, что я больше не хочу просто танцевать в этом кабаке. Я хочу теперь танцевать больше где-то там, какие-то более такие танцы интересные, что ли. То есть все, я начала пихать свой нос где можно. То есть там я начала знакомиться и с арабским рестораном. То есть я уже побывала, посмотрела выступления в той же Короне, в Диамонде. То есть где я была тогда. Ну, я не помню, как я, почему именно эти два ресторана я попала. Хотя на тот момент Шахаризада тоже была, да. Наверное, еще что-то было. Но я побывала вот в Короне, в Диамонде. Я посмотрела, я наслаждалась, естественно, потому что это уже были те танцы, которые меня вдохновляли. Ну, которых я видела не просто там своих коллег, которые не умеют танцевать, а уже танцовщиц, которые могли это исполнять красиво и правильно. Ну и все. И потом, знаешь, потом началась мясорубка полная. То есть начались... И у меня коллектив начал разрастаться, Амарен. И начались концерты какие-то сумасшедшие. Да, вот эти вот, помнишь, когда первые концерты, там, когда по два часа, вот в Москвич. Когда тысяч... Очень красивые шоу у тебя всегда. Ну, это до шоу еще. Это когда тысячный, тысячный зал, люди, блин, сидели на этих, на ступеньках. Очень красиво. И вот это все... Да, это все закрутилось. То есть как бы пошли мои шоу, пошли какие-то гастроли уже. Ты знаешь, я сейчас уже так иногда смотрю в компьютере, какие-то года вспоминаю. Но это было все настолько вместе, да. В этот момент я чуть-чуть как бы индийским танцем оставила его. То есть я не занималась какое-то время. Ну где, Болливуд всегда был рядом со мной. Он где-то был рядом, мы что-то там ставили, что-то где-то выступали. Вот, но пока я была заражена арабской культурой всей, а там же море информации, да. Началось куча информации, которую надо было переварить. Но, видимо, все-таки, я не побоюсь это сказать, и я не стесняюсь этого состояния. Я частично какие-то вещи чувствовала настолько внутром своим, что я даже вот... Я не учила вначале ритмы, например, да. То есть вот эти вот ритмы, которые сейчас мы долбим девочкам, и они не могут выучить, блин, три несчастных ритма. Я никогда этого не учила. Но я всегда правильно танцевала, например, под ритм Саиди, да, там. Я не танцевала, можно сказать, сам, там, оригинальный такой Саиди, но я не делала ошибок, например, там, в палке, я не делала ошибок в акцентах бедрами. То есть там, вот Александрия, как я познакомилась с танцем Александрии. Опять же, я купила костюм на Ханхалили, есть такой известный продавец, ясер. Он, ну, я могу сказать, что он мой друг, потому что, сколько я была в Египте, я чуть ли не жила у него в магазине, потому что костюмы покупала, и плюс я у него там обедала, я могла там и отдохнуть, и поспать, и посидеть просто. И даже вот сейчас я с ним вышла на связь, и всё, вот, мечтаю попасть в Египет, и прийти, я сразу к нему пойду просто, потому что это самые золотые годы. И я у него купила это платье Александрия, да, где-то, естественно, я увидела этот танец на фестивале, может, выступали. И, приехав в Москву, я просто поставила танец, и такая, думаю, так, надо кому-то показать, я же не училась танцу Александрия. Я, кого я позвала? Я позвала Лену Рамазану. Я платила ей какого-то за урок, и показала ей танец Александрия, сказала, Лен, поправьтесь, что я там что-то танцую. Она сказала ей, что нормально, короче, всё, танцуйте. То есть вот эти моменты у меня были внутри. Сейчас, на сегодняшний день, да, как бы я смотрю, как учатся люди, и сколько у них материала, и всё равно, знаешь, когда ты там иногда... Давай не будем об этом, я понимаю, о чем ты говоришь. То есть мои достижения в танце, мои какие-то вложения в танец, они не однодневные. Спасибо, Мария, что ты сегодня была с нами. Так ты всё хорошо рассказала, так интересно, и широко ты всё это озвучила. Да, длинновато. Ты не жадная на информацию, тебя будет приятно послушать. Спасибо тебе, дорогая, за интересные вопросы, за то, что ты есть, за то, что ты меня пинаешь иногда. Вот, так что хочу сказать, что у нас есть с чем поделиться, и у тебя, и у меня. И это клёво. И дай Бог нам здоровья, чтобы мы могли этим делиться и дальше, и дальше, чтобы наша профессия только процветала, потому что мы её любим, мы ей преданы всей душой, всем нашим телом, в любом состоянии, больные, здоровые, настроения, настроения. Мы любим его танец, величество, искренне, со всей душой. И наших учеников, которые попадаются к нам, особенно остаются хотя бы уже на следующее занятие, они настолько нам тоже близки, что мы с ними, как с родными детьми, готовы им отдать всё, что мы знаем, и всё, что мы не знаем. Спасибо тебе, дорогая. Спасибо, Марина. Спасибо. Спасибо, любимка. Всем пока. Спасибо, кто нас видел и кто нас посмотрит. У-ху! Мои какие-то пожелания людям, которые хотят начать исполнять рак с шарки профессионально? А вообще, вообще, самое главное моё пожелание для девочек, да, ну для женщин, для девочек, неважно, я всех называю девочками. Девчонки, танцуйте. Это самое главное. Знаете почему? Потому что танец – это молодость, это состояние, это лечение. Прежде всего, да. Танцуйте прежде всего, и чтобы этот танец был и как лечение, и как состояние, танцуйте в удовольствие. Не пытайтесь себя ломать. Пытайтесь, не знаю, почувствовать то, что вам близко. Вот близко вам танцевать под какую-то музыку, танцуйте под неё. Близко вам танцевать определённое движение. То есть будьте индивидуальны в своём желании. Не копируйте, вот сейчас так модно вот так вот танцевать, да, буду я так. Не надо. То есть для начала, для того, чтобы к вам пришло вот это вот кайфовое состояние, да, вот можно добиться вот этого, чтобы вы могли себе позволить танцевать под какую музыку вы хотите и те движения исполнять, какие вы хотите. А дальше уже, пожалуйста, думайте про профессиональную карьеру, либо ещё какую-то и так далее и тому подобное. Спасибо, Мария, что ты сегодня была с нами. Так ты всё хорошо рассказала, так интересно и широко ты всё это озвучила. Да, длинноватая. Ты не жадная на информацию, тебя будет приятно послушать. Спасибо тебе, дорогая, за интересные вопросы, за то, что ты есть, за то, что ты меня пинаешь иногда. Вот. Так что хочу сказать, что у нас есть с чем поделиться и у тебя, и у меня. И это клёво. И мы любим его танец, величество, искренне, со всей душой. Вот. Спасибо тебе, дорогая. Спасибо, Мария. Спасибо. Спасибо, любимка. Всем пока. Спасибо, кто нас видел и кто нас посмотрит. У-ху! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok